На Луганщине стартовала массовая уборочная кампания ранних зерновых культур. Прогнозы еще делать рано, говорят аграрии, но при условии благоприятных погодных условий рассчитывают получить до 60 центнеров с гектара. В то же время это очень опасный период. Пожары на хлебных массивах явления частые. Как уберечь урожай, узнавала Елена Зверхановская. Готовиться к уборке урожая в Старобельском районе начали задолго до того, как пшеница созрела. Аграрии говорят, главное в успешной жатве – пожарная безопасность. Возгорания на хлебных массивах развиваются очень быстро и начаться могут от малейшей искры. Поэтому собирать урожай помогают спасатели. Мы отправили письма на все сельхозпредприятия Старобельского района. Их у нас не много, не мало – 28 предприятий. Мы провели противопожарные инструктажи со всеми механизаторами Старобельского района во всех сельхозпредприятиях района. Николай вместе с братом занимается сельским хозяйством уже более 10 лет. Каждый год они обрабатывают около 2500 гектаров земли, на которой выращивают азимы, кукурузу и подсолнух. К уборке зерновых приступили 10 дней назад и уже успели собрать 40% от всех посевов. Урожай в этом году, говорит аграрий, радует. В среднем с гектара получается собрать по 60 центнеров зерна. У нас есть закреплена должность инженера, который отвечает за пожарную безопасность. Непосредственную связь поддерживаем со Старобельским МЧС. Все консультации, вся законодательная база, все прорабатывается непосредственно до момента уборки урожая. Все начиналось с документации. Со стороны МЧС было прислано письмо с запросом о проведении предприятия в противопожарную безопасность. Перезаряжены огнетушители, обучен весь персонал. Перед выходом в поле все уборочные машины были проверены на исправность электропроводки и комплектацию необходимыми средствами пожаротушения. Все средства у нас предоставили огнетушители, лопата, метла, хлопушка, вода, канистры. За нашу уборку инженер наблюдает за нашу технику. Во время уборки на поле постоянно дежурит созданная на предприятии добровольно-пожарная дружина, которая оснащена трактором с плугом и цистерной с водой. Если произойдет возгорание, то работники начнут тушение самостоятельно. Трактор с плугом опашет территорию пожара, а пламя зальют водой. Два раза мы в день обдуваем комбайн, продуваем моторные отсеки, все мелкие частичности, чтобы не было возгорания. А пока уборочная кампания продолжается, сотрудники ГСЧС просят руководителей всех сельхозпредприятий соблюдать правила пожарной безопасности. На кону стоят не только урожай, но и человеческие жизни. Елена Зверхановская, Юрий Ромасюк, ПАДИИ.